Сейчас 3 часа ночи и мы посмотрим страшное видео! Ну а чтобы страшный монстр не пришёл к тебе домой, тебе нужно успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. И так время пошло. 3, 2, 1... Всё, теперь он к тебе не придёт. Ну, если ты, конечно, поставил лайк. Окей, ребята, я включаю видео! Два месяца назад скончался мой младший брат Симми. Мой папа ведёт себя очень странно. В смысле? На самом деле я не была мертва. Я просто притворялась. Что? Что, чёрт возьми, это была за штука? Марионетка? К этому парню нужно научиться смиряться с тем, что... Что это за фигня? Кто это? О, ой, ё-моё! Обалдеть! О, офигеть! Ребята! Мне кажется, это будет очень страшное видео! Здравствуйте, Армия Люкс. Давайте соберём 100 нулевых лайков для новых эпизодов. Итак, для этого эпизода мы получили электронное письмо от девочки по имени Милли, чей младший брат недавно скончался. О, боже! С тех пор, как умер её младший брат, Милли заметила странные изменения в поведении и внешности своего отца. Отца? Она думает, что её отец не смог смириться со смертью её младшего брата, и то, что он делал, было больным и выходило за рамки скорби. Она прислала нам это видео для доказательств. Ну-ка! Здравствуйте! Чё там? Привет, старшая сестрёнка! Вы меня болеете! Я всё понял, ребята! Её отец управляет этой куклой и представляет, что это её сын! Блин, это очень крипово выглядит! Сейчас. Милли хочет, чтобы мы пришли и убедились, что её отец. Хорошо. Итак, сегодня вечером мы поедем к ней домой и посмотрим, что происходит. Пойдёмте. Я уже в нетерпении, ребята! Итак, мы сейчас в дороге, направляемся к дому Милли. Как вы себя чувствуете по этому поводу, братан? Я даже не знаю, куда мы здесь направляемся. Смерть её брата — это семейная проблема. Да, и она говорит, что её отец издавал странные звуки по ночам. Ну что, то, что её отец не в состоянии справиться с эмоциями, не наше дело. Мы получили много других электронных писем, братан. Вы должны перестать смотреть на вещи так негативно. Просто постарайтесь быть в восторге от того, что мы едем сюда из нашей налоговой. Она кажется... Да, ребят, кто не знает, эти парни занимаются паранормальщиной, то есть они ищут призраков и всяких демонов! Ну это мало ли кто не знал! Действительно милой девушкой. Что? Почему вы говорите так, будто просто хотите с ней познакомиться? Серьёзно. Остановитесь. Меня действительно волнует, правы ли эти люди. Как бы то ни было. Так, всё, они уже едут к ней домой! Блин, они всё время едут в тёмное время! Я не понимаю, зачем! Ведь это реально очень страшно! Ваш пункт назначения находится в дороге. Хорошо, хорошо. Это... Это выглядит так. Это так. Это так. Хорошо, я остановлюсь. Чувак, в этом месте что-то не так. Как хотите. Давайте просто зайдём внутрь. Хорошо. Нельзя было утром приехать или днём. Давайте постучим. Давай, давай, давай. Тук-тук! Есть кто дома? Открывайте! И где? Так. Оу... Привет. Вы Мили? Да. Это вы. Напишите нам по электронной почте о своём отце. Чувак, что? Мы просто войдём сейчас, если вы не против. Прикиньте, ребят, к вам ночью придут два чувака и скажут... Это вы? Можно к вам зайти домой? Мне кажется, вы бы его вряд ли пустили. Хорошо. Хорошо. Так. Окей. Так, а где её отец? Где эта кукла? Пока их нету. Блин, огроменный дом! Хорошо. Мили, спасибо, что позволили нам сесть с вами. Да. Хорошо. Не могли бы вы рассказать нам немного о том, что происходит в вашем доме? Итак, два месяца назад скончался мой младший брат Тимми. Это произошло как бы случайно. И с тех пор мой папа ведёт себя очень странно. Оу! Так вы думаете, что вашему отцу было очень грустно из-за смерти его сына? Но это нечто большее, чем это. Э, в смысле? Я слышала действительно ужасные звуки, доносящиеся из его мастерской. Хорошо, что вы беспокоитесь о своём отце. Это показывает, что вы апатичный человек. Спасибо вам. Моему папе просто нужно смириться с тем, что Тимми мёртв. Так. Что это? Оу! Что это такое? Оу! Смотрите, ребят! Эта кукла управляет её отец! Привет, ребята! Это я, Тимми. Привет! Я была не очень хороша. Я просто притворялась. Что? Боже ты мой! Он представляет, что это его сын! Оу! Он видит, друзья, ребята! Чего же такое происходит? Боже ты мой! Кто ваши новые друзья? Мне кажется, отца нужно быстрее отводить в психушку. Это ненормально нифига! Давайте все пойдём играть. Пожалуйста, остановитесь. Вы, Бета, не хотите играть со мной? Нет! Ну, если только в карты, Монополию, там, не знаю, в Контер-Страйк, Майнкрафт... Чувак, что, чёрт возьми, это было. Марионетка. Мой отец странно переживает смерть моего брата. Это ещё мало сказано. О, да. Мы действительно хотим помочь вам, ребята. Вы упоминали что-то ранее о мастерской вашего отца. Мы можем пойти и проверить это. Да, он в гараже. Вам действительно не следует ни с чём там возиться. Моему папе не нравится, когда люди трогают его вещи. Да, мы будем почтительны. Давайте, Честер, давайте проверим это. Хорошо. Окей. Они идут проверять мастерскую её отца. Они, кажется, там что-то могут найти. Чувак, куда ты идёшь? Вы серьёзно относитесь к этому? Почему вы не серьёзны? Потому что, чёрт возьми, что это была за штука? Марионетка. Я не знаю. Я так думаю. Значит, у её отца есть кукла, названная в честь его сына, который недавно умер. Этому парню нужно научиться смиряться с тем, что его сын мёртв. Чувак, перестань психовать и потише. Вы ведёте себя как-то бесчувственно. Давайте просто пойдём посмотрим, что её отец сделал в своей мастерской. Ну-ка, давайте, пойдёмте. Прекрасно. И что там? Хорошо. Это здесь. Хорошо. Так, всё, они заходят в комнату, ребята. Надеюсь, там не будет ничего страшного. Чувак, что здесь? Я не знаю, но пахнет хорошо. Я просто устанавливаю камеру. Всё в порядке. Оу. Что? Смотрите, там написано было «Человеческие органы». Это что ещё за фигня? Что происходит? О, боже. Это страшно. Оу. Что? Здесь есть несколько рисунков. Честер, не трогайте свои вещи. Это пазлы. Хе-хе. Это большие пазлы. В них нет ничего страшного. Ой, там какое-то сердце было. Так, это... Это кукла. Он собирает куклу? Оу. Эй, что вы делаете? Хватит валять дурака, братан. Эти рисунки у него есть. Вы странный. Что это, чёрт возьми, такое? Послушайте, я не знаю, что это такое, но мы должны пойти и поговорить с вами. Пойдёмте. Хорошо. С ней всё в порядке. Давайте. Окей. Уху. Мне кажется, ребят, отец решил пересадить сердце в эту куклу и лёгкие добавить. Блин, это, ребята, очень крипово. Ладно. Так, 9.56. Почти 10 вечера. Подождите. Я думаю, что это наша танцевальная комната. Честер, давайте, нам пора идти. В смысле танцевальная? Пожалуйста. Папа, мы можем выйти на улицу и поиграть в догонялки. Честер, что происходит. Я не знаю. Давайте. Я просто хочу поиграть. Играйте, играйте. Я не хочу, чтобы вы играли со мной. Я устал. Чувак, остановись. Это мне кажется, или кукла разговаривает сама по себе? Обалдеть. Обалдеть. Что он будет? Обалдеть. Брат, давайте. Что происходит? Прекратите записывать его. Мы должны идти. Чувак, у него нет руки. Что? У него нет руки. Давайте пойдём поговорим с Милли. Обалдеть. Она уже ожила, кукла? Хорошо. Я думаю, что это ваша комната. Всё в порядке. Тук-тук. Милли. Милли, там надо отца в психушку сдавать. Привет, Милли. Это ненормально, ребят. Вы хорошо себя чувствуете. Какая-то она странная. Итак, мы только что проверили мастерскую вашего отца, и сегодня вечером мы запишем вашего отца, чтобы посмотреть, что он делает. Но послушайте, я сейчас здесь, так что вам действительно ни о чём беспокоиться. Что с ней? Я просто сейчас очень беспокоюсь о своём отце. Я не знаю, может быть, он сходит с ума или что-то в этом роде. Братан. Спросите его. Братан. Я знаю, что он сказал о смерти Тимми, но мы оба виноваты. Я просто хотела бы, чтобы мы могли. Что случилось? Хорошо. Мы собираемся лечь спать. Подождите. Я хотела вас кое о чём спросить. Да, давайте поговорим об этом утром, когда мы рассмотрим отснятый материал. Пойдёмте. Подождите. Что? Что? Что он увидел? Но девушка реально очень странная. Почему вы так молчаливы? Я не знаю. Просто задумался. Хорошо, послушайте. Я пытался сказать вам это раньше, когда я заглядывал в комнату отца, он снял куклу, и у него не было руки. Что? Чувак, я не знаю, как он управлял марионеткой. Здесь происходит что-то неладное. Мы должны убираться отсюда. Да, я не знаю. Может быть, нам следует. Что? Ну, как вы сказали ранее, смерть её брата и всё это действительно стоит семейного вопроса. Подождите, что? Значит, вы не заботитесь о том, чтобы помочь им. Нет, чувак, дело не в этом. Послушайте, когда мы разговаривали с ней в её комнате, я увидел, что на неё напал по телефону её парень. И что? Так что ничего. Я согласен с тем, что вы сказали ранее. Если это семейная проблема, то её парень должен быть здесь, чтобы разобраться с этим. Чувак, почему её парень имеет значение? Я говорю, я думаю, что здесь происходит что-то ещё. Верно. И её парень должен быть тем, кто оказывает эмоциональную поддержку ей и её отцу. Подождите, что? Как хотите. Я покончил с этим. Давайте просто ляжем спать. Чувак. Надеюсь, мы их получим. Хорошо. Короче, он хотел с ней познакомиться, а у неё оказался парень. И получается, ему теперь неинтересно расследовать всё это дело. Ну, блин, нормально вообще. Просто нормальненько. Спокойной ночи. Так, всё. Начинается ночь. Все спят. Окей, они пошли спать. Камеры включены. Сейчас мы будем с вами наблюдать за всем домом. Что там происходит? Окей, какая-то пылинка летает. Так, это комната Милли. Обалдеть у неё кровать огромная. Так, это у нас коридорчик. Так, ладно. Воу. Я не хочу спать, я хочу играть. Нет. Почему? Я устал. Обалдеть. То есть, кукла реально ожила. У меня, ребят, мурашки по коже. Как это произошло? Мне кажется, в неё в связи с какой-то демон или дух. Так, отец ставит куклу на какой-то поддон. Окей, комната Милли. Уже час ночи. Все спят, кроме отца этой куклы. Так. Отец чем-то занимается в своей мастерской. Ооо, посмотрите, ребята. Кукла двигается. Она посмотрела в камеру. Обалдеть. Блин, ну, ребята, я весь в мурашках покрылся. Так, комната Милли. Пока что там ничего не происходит. Смотрите, он двигает рукой. Он что-то задумал. Так, он берёт какой-то... Не знаю. Какой-то контейнер с краской, что ли? Ооо. Он хочет вырубить отца. Он раскачивает. Нет. Всё. Кукла-убийца идёт мстить за... Не знаю, за кого. Но у неё есть явно какие-то мотивы. Так. Окей. А куда она ушла? Где она? Так. Отец всё вырубился. Мне его немножко жалко, ребята. Так, коридор. Ооо, посмотрите, ребята. Ооо, офигеть, что? Хо-хо. Обалдеть. Что это за фигня? Ооо. Он заходит к ним в комнату. Блин, это очень крифо. Офигеть. О-фи-е-ть. Так, два часа ночи. Ребята, уже почти три часа ночи. Так. Какой-то писк слышен от этой куклы. Проснитесь. Вы это слышите? Да? В чём дело, братан? Я не знаю. Давайте. Нет, чувак, давай убираться. Давайте посмотрим, что это такое. Ооо, всё. Им пипец, мне кажется. Им пипец! Чей-то смех. Ооо. Теперь он просто идёт отсюда. Хорошо. Так. Ооо. Ребята! О, я не хочу играть. Ты не хочешь проиграть в Стиме? Спрашивает он. Что? Ооо. Боже мой. Чисто. Помоги мне. Чисто. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вы иди его спасай. Так. Так. Что там? Что там происходит? Эй, что происходит? Ооо. Ребята, посмотрите. Офигеть. Ооо. Он взял его за горло. Обалдеть. Чувак, ты в порядке. Ооо. Всё, бегите, бегите, бегите. Быстрее. Куда вы делись? Оставил ему следы. Он оставил ему следы на шее. Ооо. Боже мой. Вы должны убираться отсюда. Пойдёмте. Хорошо, подождите. Так вы не хотите подниматься наверх или хотите войти туда. Как хотите. Давайте просто пойдём домой. Давайте выйдем. Давайте. Что происходит? Поторопитесь. Пойдёмте. Хорошо. Давайте просто пойдём домой. Нормально. А девушку он бросил. Окей. Джентльмен. Мы покинули дом и побежали к машине и уехали отсюда. А с девушкой что? Мы не слышали о Миле и о Це до тех пор. Давайте попробуем собрать 100 нулевых лайков. Ставьте, ребят, лайк. Обязательно ставьте лайк. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok